здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий компания аля данный ролик предоставлен подписчикам прошу вас строго не судить человек немного плавает в терминах я буду поправлять его в комментариях вставлять коротенькие комментарии разговоре но суть понятно сотрудник сбербанка в чем я кстати судя по диалогу сомневаюсь что это именно со сбербанка не коллектор пытается навязать свое мнение выгодное именно ему сотруднику для того чтобы смотивировать как у них написано методички должника на оплату всеми возможными невозможными способами кстати говоря косвенно признавая что тем самым они нарушают закон самый федеральный закон номер 230 а и так слушаем здравствуйте могу слушать михаила николаевича да я это вы звонок сбербанка россии специалист управления по работе с проблемной задолженностью григорьева ирина викторовна михаил николаевич у вас на сегодняшний день имеется потребительский телевизор на 163 тысячи пятьсот рублей 26 дней просрочен до должности сумма должности 4900 рублей михаил николаевич подскажите по какой причине оплаты не поступает у вас ирина викторовна для начала вы ответите на вопрос кто вам дал право нарушать законы российской федерации я вижу вам поступал уже звонок вчера да то есть вам был третий звонок на неделю как вы как вообще банк то с такой репутации вроде серьезные и так грубо нарушают законы вот я так понимаю что вы гарантию не дали банку то есть не зафиксировали обещание и что банка также михаил николаевич к вам поступает вы понимаете что закон есть закон не важно что я ответил вам михаил николаевич вот скорее всего необходимо будет зафиксировать данные вам обещание зафиксировал уже что вы нарушили закон такой серьезный банка и так по беспределу нарушает закон и даже он не даже признает это понимаете вы даже признали что будем делать но у вас вот на сегодняшний день ведь подсрочная задолженность она каждый день увеличивает так и что девушка вы для этого и созданы что вам помогать в этой ситуации вы не помогаете вы нарушаете законодательство 230 статья друзья не судите строго но человек не ориентируется на самом деле я поправлю с вашего позволения 230 федеральный закон вот что она нарушает я понимаю прекрасно я знаю эту статью прекрасно а то есть вы понимаете все равно продолжаете нарушать закон у нас михаил николаевич у нас в автоматическом режиме идут звонки перестройте ваш автоматический режим в рамках закона вот давайте мы с вами сейчас зафиксируем данные давайте я фиксирую что вы преступники вы нарушители зафиксировали николаевич у вас на сегодняшний день имеется зафиксировали за должность 4900 рублей оплату гарантируете до 26 января подождите подождите банк выставляет вам требования оплаты подождите за 26 января 4900 рублей подождите гарантию даете михаил николаевич сейчас подождите еще один вопрос вы еще раз нарушили закон тот же самый 230 почему вы не предупредили меня что ведется записи разговоров и я она не ведется вот михаил николаевич запись разговора ведется у нас вот а почему не предупредили михаил николаевич не сейчас разговорил разговор с вами ведем о просроченном задолжим понимаете я он тебе не газ гв получали опikel говаривать не буду тасс я так понимаю михаила д экв NOH Märg вы отказывать из-за платы верно я так понимаю что все преступница. Давайте мы с вами будем вести конструктивный диалог, пожалуйста, Михаил Николаевич. Конструктивный диалог это что? То, что вам хочется слышать? Михаил Николаевич, я же с вами... Для меня конструктивный диалог уже с вами ясен. Вы нарушаете законы. Вы готовы, Михаил Николаевич, конструктивный диалог со мной вести? Что подразумевает конструктивный диалог, что вы имеете в виду? Расскажите мне. У вас оплату нужно произвести банк, вам выставил требование, до 26 января в размере 4900 рублей. Мне нужно необходимо от вас, либо отказывайтесь от оплаты, либо мы фиксируем гарантию. Так. То есть мне лишнее... Записывайте, фиксируйте мой ответ. Фиксируйте. Ирина Викторовна преступница. Она нарушает законы. Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, на личности, пожалуйста, не переходим и введем конструктивный диалог. Вы воспользовались денежными средствами, потребительских компаний. А вы нарушаете законы? Как я могу с преступниками общаться? 26 дней уже просрочены за должности. Вам требуют оплату произвести до 26 января. Я с преступниками общаюсь. Если бы вы своевременно оплату производили, соответственно, коммуникация с банком бы к вам не поступали. Коммуникации банка должны соблюдать законы прежде всего. Понимаете? Вы гарантию... Вот вам сегодня было два звонка, вы гарантию не дали банку. И вы не отказываетесь, и гарантию не даете банку. Коммуникация с банком также и будет поступать, Михаил Николаевич. Нет, это нарушение моих законов. Вернее, законов Российской Федерации и нарушение моих прав. Это и нарушение договора. Это и нарушение договора банковского. Ну, смотрите, смотрите, а вот смотрите, какая разница нарушение закона и нарушение договора. Это две абсолютно разные вещи. Вы знаете, что физическому лицу штраф от 5 тысяч рублей может до 10 тысяч рублей. Отлично вам может за это быть. Вы знаете об этом? Это не является причиной для нарушения условий кредитного договора. Так как мы с банком получили договор. Смотрите, как звучит. Нарушение условий договора и нарушение закона Российской Федерации. Вы преступница. Михаил Николаевич, я отказ от оплаты экспертирую. Нет, подождите, подождите. Давайте так. Или вы гарантируете оплату произвести. Давайте так. Если вы скажете, что вы преступница, то можете зафиксировать. А, вернее, давайте так. Нет, нет, нет. Давайте так, слушайте. Если вы скажете... Михаил Николаевич, я не буду с вами вести в таком диалоге разговор. Нет, смотрите, давайте так. Я заплачу всю сумму, если вы скажете, что я преступница. Михаил Николаевич. А что, почему нет? Ну, давайте сделку с вами сделаем. У вас на сегодняшний день оплаты, я так понимаю, не поступит. Вот, нет, подождите, подождите. Вы не гарантируете, верно? Давайте вы под запись разговора скажете, что вы преступница. Я тогда пойду прямо сейчас оплачу все. Я так понимаю, что до 26 января оплата поступит. Верно? Если вы сейчас скажете, что я преступница, Ирина Викторовна, я преступница. В таком случае, Михаил Николаевич, ожидайте коммуникации от банка. Я не буду с вами вести. Вы ведете неконструктивный разговор сейчас. Я просто с преступниками по-другому не разговариваю. В таком случае, Михаил Николаевич, я с вами прощаюсь. Всего доброго. Друзья, кто-то считает, что это страшно. Кто-то думает, что у человека крыша поехала. Как он посмел с сотрудником банка так разговаривать? Как он посмел ее называть преступником? Банк изначально прав. Банк не может так себя вести. Банк лучше знает. Банк, потому что это банк. А в конце концов, кто я такой? Я простой должник. Я должен. Я должен. Господи, помилуй, прости меня за все. Банк, да, банк так говорит. Банк звонит мне по сто раз в день. Это его право. Ведь я у него взял деньги. Вот сколько раз я слышал такие заявления. И мне хотелось взять такого человека, особенно я от мужиков слышал, взять его вот так вот за шкирку взрослого мужика, состоявшегося. Встряхнуть, сказать, слышь ты, посмотри сам на себя в зеркало, до чего ты себя довел ощущениями своими, своей вот этой ложной позицией жертвы, должника. Да тебе это навязали. А ты как овца безмозглая в себя это все впитал и поверил во все это. Да что же это такое? Люди, что с вами происходит? Мне иногда хочется кричать, когда я получаю вконтакте, в комментариях вижу комментарии, вопросы подобные, вот таким, какие я сейчас озвучил. Я благодарю от всей души автора этого ролика. Четкая демонстрация того, что человек даже юридически не подкованный, просто зная верхушку своих прав, и у него есть ощущение того, что он прав. Четкая, непоколебимая. То, что он запинается, говорит какие-то ляпы юридические, да это можно взять и простить легко, потому что человек не учился. Ему еще чуть-чуть, и он будет просто. Он уже в принципе свободен. Свободен абсолютно. Он спокойно живет и понимает, что он никому ничего не должен, потому что он никого, ничего не брал. Как устроена банковская система? Да, это отдельный разговор, и для этого будет отдельное время. Но, если вы хотите понять, вот сейчас обращаюсь к тем, кто недавно на нашем канале, и не может быть думать, что этот человек с ума сошел, вот так себя вести, послушайте другие ролики. У нас очень много выложено роликов от наших подписчиков, от наших слушателей. Ребят, прошу вас, поймите меня правильно. Я сейчас не пытаюсь кого-то осуждать, ругать или уж тем более унизить не хочу. Я понимаю, что система так настроена, что это выгодно всему государству, выгодно нашей верхушке. Но вы же тоже простые люди. Да, простые, я подчеркиваю это. И совершенно в вашей власти разобраться во всем. Включите мозги. Включите голову. Подумайте, что и как, почему вы должны все время отдавать свои деньги. Для кого не секрет, что люди переплачивают сотни процентов за то, что взяли собственные же деньги. Я не буду долго сейчас на эту тему рассуждать. Я просто вас перенаправлю в описание этого ролика либо любого другого ролика на нашем канале, чтобы вы посмотрели и увидели там ссылку на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании LIA. В конце концов, вы поймете, как действительно можно сделать так, чтобы человек стал в конце концов совершенно свободен в финансовом смысле. Это очень полезная и важная информация, которая несет в себе глоток свободы. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, сделайте это обязательно, потому что именно здесь вы поймете, услышите и обнаружите в себе ту самую правду, которая у вас есть, но вы тщательно ее скрываете и не хотите выпустить наружу. Вот что я вам скажу. Такой психологический мой комментарий. Подписывайтесь, как я сказал, ставьте лайк, если ролик понравился, ну и конечно же делитесь этим роликом в социальных сетях. Под роликом есть слово поделиться под любым, и там выходит лента соцсетей, где у вас есть подписчики, друзья, где у вас есть какая-то аудитория, пожалуйста, поделитесь в этой соцсети. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр Юридической Защиты, компания Аля. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok